Это сочнение, конечно, особое. Вообще, эта личность особая, может быть, одна из самых загадочных личностей среди композиторов второй половины века и даже среди композиторов советского андерграунда. Он был, пожалуй, наименее известным. И, по-моему, такое впечатление, что он даже сам сделал всё для того, чтобы остаться почти что, ну, вот знаете, как анонимный композитор 14-15 века. Он и сам сделал всё для этого, и, к сожалению, судьба его сложилась таким образом, что сама судьба делала всё для этого. И вот это очень интересный феномен. Как рассматривать, скажем, додекофонные сочинения вообще всех советских композиторов и того же Каретникова, который даже в 1994 году, это время написания этой симфонии, пользовался тем языком, который уже как бы считался в передовых университетах, ну, давно устаревшим. Благодаря вот этой специфической ситуации Каретников и, ну, ещё несколько композиторов остались такими своеобразными афонскими монахами, которые честно служили вот этой идее внутренней. И я не знаю, что первично, что вторично. Я, как композитор, всё-таки считаю, что вот композитор мыслит звуками, именно это первично. Каретников приходит к особой духовности и потом к религии. И неизвестно, что первично, что вторично, но для меня ясно с самого начала. Вот такое последовательное служение вот этой идеи развития музыки, идеи развития вот этих 12 тонов, оно автоматически тебя приводит к какому-то совершенно другому там горнему миру, извините за высокопарные слова. Есть какое-то родство, я думаю, в музыке Каретникова и в мироустройстве. Наверное, это звучит очень пафосно, очень, может быть, ходульно. Но я абсолютно уверен, что он мыслил музыкально не в бытовых категориях. Я ничего не говорю против бытовых категорий, нам абсолютно необходимо в музыке и сострадание, и радость, и всё, что мы знаем, что музыка даёт человеческой душе. Но у него был другой масштаб мышления. У Николая Николаевича было удивительное чувство того, что музыка должна служить. Это служение не есть служба. И то, что он отказывался от славы, которую ему могло бы предоставить большой театр, непрерывные концерты, даже не очень кривя душой. Тем не менее, он отказался от более лёгкого пути ради того, что он считал своим служением. Феллини рассказывал, что он ждёт каждый фильм Антониони. Он сказал, что вот ему труднее, чем мне в два раза, потому что он один, а нас двое. И собеседник Феллини спросил, вы имеете в виду Джулету Мазину, его жену, великую актрису? На что он сказал, нет, я имею в виду Бога. Вот Каретников, я думаю, как о Феллини, имел в савторах Бога. И я очень надеюсь, что сегодня мы это почувствуем. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка